Парни всем привет Видео как вы любите Мои лично, мои обновки Ну как обновки, это у меня уже давно в коробке лежит Просто мы об этом не снимали и не видели Не знаю зачем я вот огурец вот этот купил на Жериха Но мне просто понравился за счет того, что он не совсем типичный Он вроде бы, форма такая похож на безлопастные Но лопатка у него при этом есть Он весит 12 грамм И заглубляется порядка 20 сантиметров И он ведет себя на какую-то больше на змею похож на равномерки Твичить особо не пробовала в таком цвете Видно или же цвет? Да Такой желтый, не пойми Пузо у него такое кислотное И быка с такими Точками Цена Цена порядка 1000 что-то он стоит Такой Не знаю, мне вот по первым впечатлениям, если честно Если у кого есть, пишите Вот не сильно понравился Какой-то, блин, ну Такой как змееныш плывет в воде Что-то не знаю Но по Жериху работает, я смотрел Не знаю, насколько это будет Убийственно Следующий это Нориас Акперкаттер 95-ка Такой, блин, нетипичной формы у него такая несуразная Он весит 10,8 Порядка 11 грамм Такой на какую-то анаконду похож Он большой, но при этом легкий И у него достаточно серьезный звук такой сдаёт Но при этом, когда забрасываешь, он широким глайдом таким ходит Ну, удилище, конечно, нужно пожёстче для него Потому что я своим ревермастером Ну, у тебя теперь есть пожёстче Ну, да Это уже другая тема, короче Такой в таком цвете Цвета у них, кстати, крутые были Я, как всегда, на остатках там купил Тоже что-то порядка 900 рублей стоит Не знаю Для 95-ки, блин Ну, это конский какой-то он Вот или что скажешь Он какой-то широкий Ну, да Не, ну, это для баса заточено Сколько вес? Я не знаю 10,8 Она 11 грамм даже не весит Вот на, хочешь попробовать? Потрухай Зверский звук издаёт Я не знаю даже, какой у меня другой есть Именно из топ-вотеров Чтоб он настолько сильно гудел Ну, покраска, вот если честно Она вроде такая, ну, прикольная Ну, вот у меня Либо это старые какие-то японские Знаешь, она такая простенькая довольно Не выделяется ничем Такая, как китайцы вот делают Ну, я бы не сказал, что это Какой-то как Имакатсу Что ты прям вот так смотришь Блин, супер! Такая, вполне себе И здесь Вот это на многих, кстати, приманках Такие вот угловатые Положи руку за неё Вот угловатые линии И причём это все так делают Любые японцы там Какие-то Z-Bets, Megabass Вот видишь такие Преломления линий То есть не вылизанные Не зашлифованные А такие как будто С углами Буду пробовать Пока ты уже два раза кидал Тишина Следующий Это уже Форелевый диаз Такой Малютка Он 3 грамма весит Тоже написано Медленно тонущий В таком цвете Прикольная, кстати, особенность Что на форелевый Ставят Одинарник Задние А здесь тройник Ну, прикольно играет Крайник тоже без этих Без Нет Бородые крючки Бородые все Да, ну вот можешь Потом в макро даже снять Такой прикольный И у него глаза зелёные Я не знаю Вам видно будет или нет То есть вот я смотрю При дневном цвете Зелёные глаза такие Тоже Ну, летает нормально Для 3-х-то грамм В принципе, я купил его Уже под занавес сезона Не знаю Что из этого получится Ну, думаю Ловить будет Игра у него прикольная Когда такие Твичи нежные Он так резко По сторонам Разбегается Как малёк Прикольный малыш И такой тигравец Модель называется Блин, вот этот Какой-то своеобразный воблер Я не знаю Какие-то расцветки Под лососёвых У них очень там Широкий ряд Расцветок И глаза у него Такие, как полузакрытые Я не знаю Будет Видно или Этот не бросал Но Тонет он Так же, как этот Хотя это оба воблера Форелевые Я не знаю Ну, вот его на головля Мне кажется Вообще отлично будет Во-первых, вес Он лететь будет нормально Он шумный Да, есть Так микрофон у тебя на это Ну и там еле-еле вообще Слышен звук Вот надо же Попробуй сам в своих руках Потряси Ну да Это может быть тихий даже А вот здесь Здесь уже отличается звук Ну горбатые Вот сейчас популярно Такие делать Типа как Подшеды Я не знаю Что-то они делают Такую спину им Жирную Но это вроде как Миноха Поэтому парни Такие воблеры Это мы с Ильичом Выбрались В предвкушении рыбалки Просто снять У них У Антона И у Ли Наверняка тоже есть Какие-то ништяки Они прячут Я не знаю Это у меня там Что валялось За последнее время Вот Я вам показываю Так что Пишите в комментариях Какие У кого приманки Что к чему Может есть Такие У тебя здесь набор Как работает На Практически Там Пять тысяч рублей А люди Все спиннинг Не могут С катушкой За пять позволить Ты себя вообще Как чувствуешь После этого Нормальное чувство Температуры нет Совесть молчит Так что Так Это ты к чему Да я к тому Что как бы Ребят Вы это не знаете Но Смоленск Это как бы Экономическая зона Просто Ну особенная У нас Ну как бы Зарплата средняя Но 150-200 Мы можем себе позволить Мы можем себе позволить Приманки Вот посмотрите Приманки Каждая по 900 Стоит Улича машина При этом Стоит 200 Как мы себя чувствуем Это такой же прикол Как кто-то писал В комментариях Чел живет в однушке А у него там спиннинги По 50 тысяч Это из той же серии Поэтому так В теории Если продать Все-все наши воблеры То можно Ну Нет Чел нет Потому что Ты уже по этому ценнику Не продашь Не, ну если за тот же ценник Что и покупали Ну теоретически А если с палками А если еще с аппаратурой Блин, ну с аппаратурой А, кстати Мы забыли упомянуть Если Ильич это Не вырежет Я выскажусь По этому поводу Ну все знают Саню Простая рыбалка Блогера И В одном из комментариев Здесь это не будет Рассуждение какое-то Или критика Или что-то вроде того Саня писал Что, блин Вот людям на ютубе Не нужно Какие-то там снимать Виды, пейзажи Со ста камер Парни, серьезно Четыре приманки Мы снимаем сейчас Четыре гребаные приманки Это четыре куска пластика Неодушевленного Ильич снимает это С двух камер Телефон И самое главное Только не плачьте У нас еще квадрокоптер с собой Или я Ильича подкалывал На эту тему Давай еще приманки С квадрика снимем Поэтому, блин Когда человек снимает Одно поле Но это тоже неинтересно смотреть Мы снимаем это Потому что это нам нравится Это, ну, мое видение Меня никто не заставляет Там как-то снимать И это прикольнее смотреть Так что пишите По этому поводу Какой контент круче Когда человек просто забрасывает И просто ловит рыбу Либо когда все равно Есть какая-то художественная составляющая Вот и все Проблема в том Что на художественную составляющую Надо тратить больше времени Ты не можешь ее штамповать Вот так вот просто По сути нет ни одного канала Который стабильно выпускает Каждую неделю Красивые ролики Это невозможно Ну, либо это очень много денег требует А в этой нише заработать денег невозможно Послушай, а к примеру Вот мы едем на машине Или куда-то У тебя все равно Ты сидишь Либо ты спишь Либо ты сидишь в телефоне Но у тебя есть камера Ты можешь что-то снять Нормально, толково Почему бы не снять? Что можно как-то разбавить Правильно? Почему Саня Волынкин снимает Которому это не западло? Я думаю, он не имеет с этого Блин, никаких Ништяков И время Нет, а время тратится Нанимает еще оператора Для этого Оператор на другой надувнушке Плавает рядом Чтобы снять кадр Просто на квадрокоптере Но вообще контент Соответствует видению Вы просто Когда смотрите Допустим его ролики Когда он лодку снимает Как бы вы не понимаете Насколько нужно заморочиться Чтобы так снять То есть он снимает лодку Где он в лодке один Но при этом Квадрокоптер Как бы не просто За заданной точкой летит А он там приближается Отдаляет То есть это не Программное решение Как можно на квадрокоптере Задать То есть у него есть человек Который отдельно В этот момент На отдельной лодке Надувной Скорее всего Улетает куда-то Уплывает метров За 400 За 500 Чтобы снять И чтобы он не попадал В кадр Ну это просто Ну блин чувак Это топ контент Это топ Нет круче никого В русскоговорящем Ютубе Тем более рыболовном Ну вот еще сейчас Я не знаю Мне нравится Как Старков стал снимать У него такие прям Блоги целиковые Там и как он С поездки просто Юлия Александровна А вы кого хотели бы поймать? Джетлак наваливается Сразу У меня пирожок остался Сейчас в реке Два вида рыб Побольше Поменьше Рыба практически Не стоит на месте Лососик же Ой Ну смотри что творится Это толстолобик Это не толстолобик Юля Это чаучи И это кажется Камчатка Здорово Куда-то там Какой-то там Более расширено И он там путешествует Интересно что Япония Восток Вот это вот все Ну и естественно Можно Миду взять Когда они тоже ездят На всякие там Петерцов Ну это про уже Это про Ну опять же Там контент Не прям супер качество Когда Петерцов снимает По приманкам Вот это Не уверен Вот это тоже Вот эти думаю Будут ловить по головлю Это в завершении всего Этот я прозвал Огурец Это анаконда А мы кстати Завтра на рыбалку то еем Вот почему В Беларусь В зону отчуждения Там короче В Могилевской Могилевская Да это область До сих пор Короче Одна треть Короче Заражена Науклидами С Чернобыля Там до Чернобыля Буквально 350 километров До Припяти Дай бог вернемся Ну я цитирую Из видео Из одного на ютубе Умелый человек С удочкой В легкую Обловив здесь Любого браконьера С сеткой Здесь я езем Приезжают Залещат Езем Человек С удочкой Да Знаю Сережу Умеющий Ловить Он Около Баконьера С его Десеткой Делает Отдача Среди других Людей И просто Посмотреть Или Один план И просто Хлестание Удочкой И ничего Кроме Все Всем спасибо Держите Руки За нас Ловите Дорогими Палками И снастями